Знаете, что такое истинное богатство народа? Традиции, история и, конечно, народные промыслы. Сегодня нам предстоит открыть для себя сине-белую, как из зимней сказки, гжель. Этим промыслом занимались и в 14 веке, и сейчас она не теряет своей актуальности, а является во всем мире драгоценным символом русской культуры. Так что же такое гжель? Это старинный гончарный район на берегу реки Гжелки, на юго-востоке Московской области. Так называемый гжельский куст или кластер, как его сегодня называют. Сейчас в него входит порядка двадцати деревень и сем. Земля здесь богата глиной, а люди творческим потенциалом и любовью к народным традициям. Столетиями из поколения в поколение создают этот удивительный гжельский рисунок. Первоначально гжельцы расписывали предметы домашнего обихода. Тарелки, столовые сервизы, кружки, кувшины. Ассортимент изделий гжельских мастеров был очень велик. От посуды и кирпича, до изразцов и даже детских игрушек. Всем этим гжель снабжала Москву. Одних только глиняных игрушек мастера изготавливали сотни тысяч в год. Теперь гжельская роспись – это не только традиционная керамика. Она определилась в отдельный стиль, который используют и в дизайне тканей, и в создании интерьера, и даже в аэрографии. Гжель изысканно, нарядно и высоко художественно. Наверное, поэтому и вдохновляет дизайнеров. Вспомните хотя бы осенне-зимнюю коллекцию платьев Валентина, стилизованных под гжель. Синеглазая посуда, вазы, чайники и блюда ярко светятся оттуда, как родные небеса. А вы знаете, каких еще цветов бывает гжель? А что делает гжельскую роспись особенной? Об этом нам расскажет Будашкина Лидия Михайловна, большой знаток гжели. Между прочим, она из гжельской династии. И семейное дело продолжает в качестве сотрудника музея гжельского промысла. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Здравствуйте. Мы привыкли воспринимать гжель как бело-синее сказочное счастье. А ведь гжель играла еще и другими цветами. История об этом знает. Расскажите. Да, конечно. Мы в последнее время особенно гжель воспринимаем как синий на белом фоне. Но история у нас уводит далекое прошлое. И там-то мы видим, что гжель была разноцветная, многообразная. Все цвета радуги присутствовали на гончарных изделиях. Ведь гжель, она развивалась постепенно от гончарного дела. Потом майолика появилась. Особенно в майолике использовалось вот это разноцветие. В какой-то период мода была больше разноцветия, обилие золота. Это вот больше относится к 70-м годам современной гжели. А в 80-х годах уже преобладание именно кабальтового цвета. Наверное, нашим любителям гжели этот цвет больше нравился. Поэтому это направление стало больше развиваться. А с какого периода гжель стала синяя-белая? Скорее всего, гжель-то она развивалась в разные периоды и имела свои оттенки. Конкретно в гжели, возрождении гжели произошло в 20-м веке после окончания войны в Великой Отечественной. Ну и вот после 45-го года, конечно, здесь гжель стала восстанавливаться именно по гжельской азбуке, которая предусматривала синий цвет. Вы знаете, я недавно была в Амстердаме и не смогла пройти мимо вот таких замечательных ботиночек. Бело-синее сочетание. Очень похоже на гжель. Это европейский родственник? Ну, по цвету краски, которая тоже... Синий цвет – это кабальтовый цвет. По цвету краски похоже, но гжельские изделия расписываются в другом стиле. Это не наша традиция, это не наш стиль. То есть гжель – это в первую очередь роспись? Да, конечно. А что характерно для гжельской росписи? Чаще всего гжельцы украшали свои изделия росписью растительного характера. И в центре этой росписи всегда был цветок гжельской розы. Розу можно ведь расписать и в голландском стиле, но гжельцы совсем по-другому ее расписывают. Обязательно используется мазковый метод росписи. Он в основном заключается в том, что краска кабальтовой на кисточку набирается особым способом – на одну сторону. И когда мастер наносит рисунок, то на изделии оставляет кисточку след с плавным переходом цвета краски от темного к светлому. И вот эта манера росписи, она присуща только гжельским мастерам. А что такое азбука мазков? Еще в 30-е годы прошлого столетия приезжал сюда искусствовед Салтыков. И он, благодаря тому, что изучил гжель с самых истоков, он составляет азбуку росписи. Как правильно набирать краску на кисточку, какие элементы используются при росписи – это все в азбуке, все расписано. Как мы азбуку свою изучаем русскую, так вот здесь гжельцы знают эту азбуку, все мастера знают эту азбуку. Расскажите, а как вообще появилась гжель? А давайте я вам покажу на макете. Давайте. Здесь мы видим дорогу. Эта дорога – самая главная в Ахжеле. А в далеком прошлом, а точнее в 14 веке, эта дорога называлась Касимовский тракт. Люди строили свои жилища непосредственно вдоль Касимовского тракта. А селились они здесь потому, что гжель издревле богата полезными ископаемыми. И самыми главными, основными – это глины полезные ископаемые были. Почему говорю, в прошедшем времени глины были? Потому что белых глин сейчас в Ахжеле не стало. Они не закончились? Они закончились. Их оказалось не так-то много. Но если вернуться в далекое прошлое, а это 1747 год, сюда-то и приезжал ученый Виноградов, друг Ломоносова, чтобы изучить гжельские полезные ископаемые. Местные жители показали Виноградову Дмитрию Ивановичу те места, где, по их мнению, были белые глины. Виноградов эти глины доставлял в Санкт-Петербург на повозках, на лошадях и в ныне императорском заводе колдовал целых два года над составом фарфоровой массы. Ведь в России фарфора до XVIII века не было. И фарфор появился только в 1749 году по рецепту Виноградова. Он открыл рецепт «Первый русский» на основе наших гжельских глин. Сегодня гжель, она такая разнообразная. Я сейчас могу вам показать то, что наши мастера изготавливают в настоящее время. Да, сказочно красивый орнамент. А этот самовар и вовсе напоминает картину. Это тоже гжель? Да, это тоже гжель. И на этом изделии сочетание и гжельского стиля, где используется кобальтовая роспись, и рисунок, выполненный многоцветными красками. Здесь используются замечательные краски и используется такая мелкая сюжетная роспись. Это, пожалуй, является новинкой в Акжеле. Лидия Михайловна, а вы можете показать, как изготавливаются эти изделия? Конечно. Пойдемте в производство, и все увидим. Мы пришли в Святая Святых на производство. Здесь-то и готовится жидкая фарфоровая масса. Вот в этой шаровой мельнице из этой массы изготавливают фарфоровые изделия. Покажете как? Обязательно. Мы с вами на литейном участке, где изготавливают изделия в гипсовых формах. А изготавливают методом литья. Заливают жидкую фарфоровую массу в гипсовые формы, и эта масса находится внутри несколько минут. По истечении этого времени лишняя масса выливается в желоб. Изделие в форме находится, и всю ночь продолжает так находиться внутри. И только на другой день форма раскрывается, и оттуда извлекают изделие, которое можно брать в руки. Но изделие очень еще мягкое, его надо обязательно высушить в сушилке, и только после этого направить на дальнейшую операцию. Здесь изделия оправляются. На значение оправки придать гладкую поверхность изделиям. После оправки изделия дополнительно обжигаются для придания прочности, а после направляются на фоксиновый контроль, с помощью которого контролер АТК выявляет дефекты на изделиях и годные направляют на роспись кобальтовой краской. А что происходит потом? Изделия направляются на глазуровку, и там покрываются глазурью. Интересно увидеть. Расписанные изделия покрываются глазурью как внутри, так и снаружи. Соглазурованные изделия устанавливаются на полке вагонетки, которые будут закатываться в печь, и в печи будет происходить обжиг при температуре 1320 градусов. После окончания обжига мы увидим красивые изделия в синем кобальте. Лидия Михайловна, спасибо вам большое за экскурсию. Я даже не представляла, что мир к желе такой. Представляете, должно пройти целых три дня, прежде чем мы сможем взять в руки готовую к желе и по достоинству оценить творчество художника, с одним из которых мы сейчас и познакомимся. Человек, который в совершенстве владеет азбукой мазков и не только. Надежда Даниловна Будашкина, мастер по росписи. В профессии более 20 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы выбрали именно к желе? Во-первых, я здесь живу с рождения. Кто же мне еще пойти, если не к желе производства? Во-вторых, моя свекровь Марликсиевна Будашкина 40 лет проработала на производстве в желе. Династия у нас длится очень давно. Продолжателей много. И дети, и внуки, и племянники. Я слышала, что в желе практически каждый второй человек имеет отношение к желе, к династии. Да, можно так сказать, может быть, каждый третий. Производство включает в себя различные этапы. Там и литье, и оправка. Не только вот роспись. Обжиг. Два обжига происходят, даже три. А может быть, даже и четыре обжига. Можно пройти изделие, прежде чем оно пойдет на продажу. И все делается руками, все делается с душой. И когда вы берете изделие в руки, вам хочется на него смотреть, не отрывать глаз. Почему? Потому что очень много людей вложили свою любовь именно в это изделие. А что вам больше всего нравится в этой профессии? Моей профессии нравится приходить на мою работу, общаться с коллективом, рисовать цветочки, рисовать разные элементы. Я не замечаю, как время проходит. То есть можно сказать, что вы здесь нашли себя? Конечно. Обязательно нужно иметь художественное образование, чтобы заниматься этой работой? Нет, не обязательно. Я научилась от наставника. Это мне всему научила. Дала кисточки, дала все, что нужны, эти приспособления для росписи. Посадила за стол, показала. И начинаешь пробовать, пробовать, пробовать. День, два, три, четыре. Ничего не получается. Неделю ничего не получается. Через месяц, может быть. Я училась три месяца. После трех месяцев кропотливый, это каждый день по восемь часов. Ничего не получается. Такое чувство, как будто все, зачем я сюда пришла. Они говорят, ну, ах, ерунда. Да и вот я думаю, как же у вас не опустились руки от первых неудач? Тяжело. А это потому что любовь к профессии? Да, нравится и хочется, чтобы получится. А когда получится, это просто счастье. Вы помните вашу первую работу? Да, первую работу я помню. Это была Масленка, художница Дунашова, известная художница нашей местности. Там были меленькие цветочки, сеточка. И вон не одно надо было сделать этого изделия. Надо было сделать их 14 штук. Было такое задание на весь трудовой день. Называлось «Норма». Очень тяжело сидеть на одном месте. Не шевелясь, кажется, легко сидишь кисточкой, работаешь. Тяжело ничего не поднимаешь. Но сесть и не шевелиться, первое время невыносимо сидеть. А потом привыкаешь. Какие качества вам, как мастеру по росписи, нужно проявлять каждый день в своей работе? Терпение, конечно. Большое терпение, трудолюбие, старательность, конечно. А вот настроение влияет на работу? Тоже влияет, да. А вот пришли на работу в дурном настроении, что делать? Да, все из рук валится. Лучше что-нибудь попроще взять, какие-нибудь изделия с более легким рисунком. А за серьезные вещи лучше не трогать. А художник имеет право на эксперимент? Художником у нас называется человек, который придумал рисунок на изделии. А мастер по росписи, конечно, имеет право на эксперимент. На каждом изделии каждый мастер добавляет что-то свое. А как же есть азбука мазков? Надо ей следовать. Делается цветок так. А где свобода творчества-то, где простор? Азбука мазков – это цветок, листочки, мелкие элементы. А где их расположить, в каком месте на изделии, это уже мастер сам решает. Один мастер в одном направлении рисует веточку, второй мастер по своему усмотрению нарисует в другом направлении веточку. И поэтому можно сразу узнать, кто это изделие расписывал. Появляется характерный стиль. А ведь мазки к жели, они тоже менялись. Я смотрю, вот на этом чайнике характерные полутона, оттенки. А здесь все выполнено в двуцветной гамме – белый-синий. Да, это изделие очень старое. Здесь вот характерная немазковая роспись. Цветы нарисованы методом полосок, каких-то вот закруглений, тоненькая. Ну, тоненькая нет. Но мазка-то нет. Мазка нет. Есть именно плавного перехода от темного к светлому. Ну, что такое мазок? А когда была сделана эта чашка? Эта чашка сколько лет уже? Ну, лет 70, наверное, я думаю, этой чашки. То есть раньше к жель была именно в таком виде росписи. А когда же появились вот такие мазки и переходы цветовые? Ну, наверное, лет 50 назад. А кто это придумал? Кто автор? Кому памятник ставит? Была такая художница Бессарабова. Она приезжала в нашу местность, возрождала к жель, возрождала в том русле, в котором, может быть, и до нас сейчас дошло. Моя свекровь тогда работала на производстве. Вот именно вот так расписывала. И она, вот она мне сама рассказывала. Она говорит, я сижу и кисточкой вот так вот махаю и рисую. А она идет, художница, и говорит, как ты вот это сделала? Как ты вот это? Она даже не знала это название, мазок. Она это не сказала. Она как ты вот это сделала, вот это? И прям показала мне на мазок. Она говорит, да вот так. Хоп. Она вот, вот это нам надо. И пошло. Я даже думаю, что моя свекровь Марли Ксевна Будашкина придумала мазок. Она не придумала, она его технически исполнила. А можно вместе с вами попробовать расписать гжель? Давайте попробуем. Так, вот вы с вами пришли на мое рабочее место. Берем изделие, полуфабрикат. Покрытый фуксином. Покрытый фуксином, проверенный от всяких трещин. И сейчас мы их будем расписывать. Сначала нам надо написать авторы росписи. Покупатель всегда смотрит на штамп изделия и смотрит, кто же это изделие нарисовал. Вот ставим на приспособление, которое называется машинка наша такая. Вот она крутится. У нас краска кобальтовая. Вот такого вида. Подождите, кобальт, он синего цвета. Этот цвет. И он в результате синий. Вот такая грязноватая масса. Вот мы ее кладем на стекло. Вот она такая липкая немножко. Запах у нее неприятный. Ну, ладно. Да, запах, мягко говоря, не очень. И шпателем мы с водой ее разводим вот до такого состояния пластичного. Потом мы берем карандашик. Рисунок у нас должен обязательно быть по центру. Так, вот здесь у нас будет центр. Здесь будет располагаться рисунок. Да. Вот у нас набор кисточек. Каждая кисточка, она, каждая нужна. Смываем ее водой, чтобы она была чистая. Чтобы мазок был чистый, кисть должна быть чистая. Потом мы набираем на кисть бледный, очень-очень бледный тон кобальтовой краски. На всем, на всей кисти. Вот этот бледный тон должен быть. Для чего он должен быть? Чтобы бледная сторона мазка была видна всегда. Она не должна пропадать никуда. Очертание бледной стороны мазка, она должна присутствовать. Вот она, хитрость. Да. И мы начинаем воды поменьше. Вот, начинаем набирать краску. Вот мы одной стороны кисточки влезаем в кобальт. Вот одна сторона. Видишь? Да, да, да. А вторая сторона, она чистая кисточка. То есть благодаря этому и получается характерный мазок, где с одной стороны идет кобальт. И несколько раз... Пустая краска, а с другой просто прозрачная. И несколько раз туда-сюда кисточку поворачиваем. И начинаем наносить на изделие. Вот лепесток наносится. Вот второй. И меньше, меньше, меньше. Вот видите, здесь темные. А здесь светлее. А здесь светлее. Сейчас это видно. Вот. При обжиге это еще больше будет заметно. Ну, при обжиге и кжель наша будет не розово-серая, все-таки, а традиционно белая. И с другой стороны. Тоже так же. Вот ставите. Вы сейчас будете пробовать, это важно. Вы мне доверите. Конечно. Это моя мечта. Поставить кисточку почти вертикально. Так. Вот нажать на нее. Вести, вести, вести. И отпустить. Отпустить. Попробуйте. Так, вы на месте. На месте. Теперь вам надо принять правильную позу. Только должна быть локоть, должно быть вот здесь. Этой рукой вы будете крутить машинку. Вот здесь вот она вот так вот крутится. Опускайте кисточку в воду, не сильно. И об край чашки сбрасывайте лишнюю воду. Вы ставите, набирайте бледную сторону мазка. Это бледная, это с этой стороны. Да. Вот так. Да. Пора. Нет, не влезайте в краску. Хорошо. Вот здесь, на чистом месте. На чистом месте. И поворачивайте руку. Руку. Не кисть вот так, а руку. Так, вот. Получается движение? Да, движение вот это, правильно. Чтобы кисть у вас приобретала форму лопаточки, чтобы она не перекручивалась никак. Вот так вот. Вот, с этой стороны промокайте. И опускаете на стекло-то. Страшно? Не укусит. И теперь с другой стороны. Ну, попробуйте. Отлично. Так. Отлично. Да? Теперь переворачивайся. Да. Попрыгнику. Теперь с этой стороны только кисть опять надо кубальт набрать, потому что каждая сторона листка должна быть одинакового цвета. Получится, что он с одной стороны яркий, а с другой не очень. Теперь вот так поворачиваете и рисуете уже вот так кисточку. Вот так вот? Поворачиваете, да. И руку поворачиваете? Да, руку. И теперь вот с этой стороны. Ну, похоже на листочек. Похоже на листочек. Вы знаете, я не могу определить точно, какого дерева, но чувствую растительный орнамент. Я же могу начать сразу с эксперимента, да? Давайте попробуем цветочек нарисовать. Давайте попробуем цветочек. Вот, например, такое же изделие. Я вам это все просто сцентрую. Вот эта середочка, вот это перед глазами. И вам надо нарисовать макушечку. Вот эти лепестки. И с этой стороны точно так же. Друзья, это не просто. Держите за меня кулаки. Держите за меня кулаки. Вот. Хорошо. Учиться этому мастерству, конечно, нужно долго. Сегодня удалось немножко прикоснуться к этому искусству. Ну, хотите, я вам покажу, как это все делается быстро. С огромным удовольствием, конечно. С добавлением мелких деталей. Это очень интересно. Ну, а теперь посмотрите, как это на самом деле должно быть. Вот такая у нас работа. Творческая, очень приятная. Приносит большое душевное удовлетворение. Особенно, когда нарисуется изделие красиво, быстро продается. У вас так ловко получается владеть кистью. Честно говоря, я любуюсь и смотрю, как у вас сияют глаза. Попробовав сделать несколько мазков своими руками, я поняла теперь, почему это так. Это чудо. Я испытываю потрясающие, удивительные чувства. Спасибо вам большое за этот мастер-класс. Спасибо за погружение в мир кжели, в эту синь Россию, как еще об этом поэтично говорят. Кжель постоянно удивляет. И не только своими узорами. Работа мастера очаровывает. Художник в своем арсенале имеет всего одну краску. Работает буквально на ощупь. Мазки ложатся ровно. На первый взгляд кажется, что все они одного цвета. Ведь только после обжига в печи узоры приобретают множество оттенков и тонов. Вот такое оно – простое кжельское волшебство. С вами была программа «Ремесло». Возвращайтесь к истокам.